А у нас вырубили электричество в квартире Все бы ничего, я только переживаю за продукты питания Потому что некоторые не следует перемораживать Уже в районе 20 минут отсутствует электричество Сидел за компом, внезапно все вырубили А рука, ну все, тогда поехали кататься По привычке, когда вышел из квартиры, все равно пытался к лифту подойти Нажимал кнопку, потом вспомнил Блин, электричества уже нет А еще было прикольно, что-то под фонарем красилось Ну и кому интересно, по поводу моего здоровья, все прекрасно Вчера пораньше лег спать, 12.30, это мой рекорд Не помню, когда последний раз так ложился Проснулся самостоятельно в 7.50 И надеюсь, что сегодня пораньше легу спать Потому что устану И Катюшка у меня более-менее Я правда за тебя говорю, да? Ты же получше сегодня? Получше, но все равно еще... 50 на 50? Ну самая жесть вроде как прошла Ну из-за того, что слишком часто меняют машины У меня вечный тупняк Я тянусь сюда Потом за руль Ну потому что кнопки в разных местах находятся И может быть ты обратил внимание, когда сажусь за Вольво Тянусь за руль Потому что здесь кнопка вот А у меня Вольво, она примерно в этом положении Я думаю, что у большинства, кто имеет 2-3 машины в семье Тоже такая же проблема У нас тут лес рубят по полной программе Скоро от нее ничего не останется Ощущение, что проложат новую дорогу Не должны же весь вырубить у нас лес? У нас он большой Ну я надеюсь Это как мы с тобой фильм смотрели Неприличные гости, помнишь? Когда они купили в ипотеку квартиру У них был лес А в итоге построили дорогу огромную Я ведь не шутил, когда в прошлом влоге Говорил, что на улице что-то последнее время Постоянные солнце и дождь Вот там у нас на горизонте Не знаю, видно ли через заднее окно Светит солнце А спереди Удобно я, конечно, начал снимать И показывать Думать сразу заехали И сейчас увидите Что идет дождь Ну вот, в принципе, через вот эти ребра Все равно просачивается Буквально 5 секунд Хоп И все Мы резко попадаем в дождь Причем сильный такой Я еще когда мы ехали в сторону центра Тебе говорил Там походу дождь Хотел вам рассказать про площадки ВК и РУДУ Почему я их не очень люблю Потому что они не дают трафика Смотрите ВК подписал всех известных комиков И лейбл ком И форсирует только их видосы На практике как получается Что высокие боссы отчитываются о просмотрах Там рекламные контракты подписываются А на остальных блогеров Ну будто бы похеру С РУДУБом та же самая история Че это? С РУДУБом С РУДУБом С РУДУБом ровно та же история Это Газпром медиа Они форсируют в основном ТНТшный контент И какое-то свое производство Вот Катя загрузила ролики Сколько месяцев назад? Восемь? Девять? Год? Везде по два-три просмотра Если вы зальете видос Например в тот же ТикТок То алгоритмы сразу начнут вас форсировать Дает буст, да? Площадка Чтобы вы немножко начали развиваться Я в одно время зарегался в ТикТоке Выложил просто, как я яичницу жарю Три секунды Хуяк там, блядь Пять тысяч просмотров То есть площадка старается, да? Как бы помочь тебе То же самое с ЮТУБом Там алгоритмы Ну так или иначе Все равно чуть-чуть тебе дают трафика А РУДУБ и ВК Нихера не дают И только крутят собственные видосы А у тебя ВК, ты говоришь Видосик десяточку набрал, один Ну, один, да Ну это вот И не забывай, что я туда свой трафик пустил А если бы я в ноль заливал Там бы и не было ничего И монетизация там очень жесткая Вот, например, чтобы в своем сообществе Мне вообще включить эту галочку Надо набрать Семь с половиной тысяч подписчиков Не очень понятно, почему То есть условия достаточно жесткие Семь с половиной А, семь с половиной Угу Чтобы ты понимала В ЮТУБе тебе надо набрать Десять тысяч просмотров И тысячу подписчиков иметь Ну а с РУДУБом С РУДУБ Да, у тебя это очень С РУДУБ Ну, примерно та же история Ну и касаемо электричества в доме Вот сейчас Катя читает Общедомовой чат Девять минут назад писали Что электричества так и нет в нашем доме Забавно Сейчас приедем, блин И будем с фонарем В этом лазить Влага у меня их два Если что Но я переживаю Опять же повторюсь За продукты Блин, мне жалко Если реально померзнуть У нас там морыга И всякое разное Вкусное Придется выкидывать потом А кто нам возместит убытки Скажи, пожалуйста Вася Попкин Смешной ты Пушкин Александр Сергеевич Да, Пушкин Александр Сергеевич Это точно Не может не радовать Что сейчас в домах есть свет Спасибо, что прибирался Что, мы готовы? Выходим? Сейчас почти Я сложу тут твои вещи Угу У тебя нос такой Как будто бы прям Сильно забитый Сегодня хуже тебе или что? Ну, нос сильно забит Да, хотя я высмаркиваюсь Каждые две минуты Да, надо не высмаркиваться А вот то, что ты капала Продолжает, да? И в шиколы И высмаркиваться Да, еще раз посмотреть Не буду близко снимать Да, у тебя шелушение Видимо от салфеток Угу Я очень часто высмаркиваюсь У меня возле кровати За ночь вот такая Городка Я видел Да, ну конечно же Я не буду это снимать Кофеек я сделал А? Уже ничего нет Ну уже-то да Ничего нет Катюшка сегодня прибралась Вот дома чисто, хорошо Пять минут назад Тут Веня закончил с уборкой Кто впервые меня смотрит Мы так обозвали свой робот-пылесос Тут случайно сегодня Проскользнула новость По поводу ютуба Есть такой господин Муртазин Который является главой ресурса Мобел-ревью Так вот, он писал Что через полтора-два дня Отстанут от ютуба И перестанут его блокировать И вот это все замедление Сойдет на нет Очень хочется верить Потому что честно Ребята, уже просто заебало Вот тут на телеке Ютуб не работает Потому что Вайнгард На роутере не поднят Катюшке тут через кастомные средства Вроде как все настроил Но на одной только сети работает На телефоне Ну понятно Приходится постоянно VPN включать Я считаю, что нельзя вообще блокировать ютуб Потому что люди учатся по нему Кто-то для работы его использует Но это, блин, не только площадка для развлечений Там просто уйма интересного материала Я, кстати, провел эксперимент Сделал запрос в ютубе Тысяча ссылок и роликов Один нашел на ВК На рутубе ноль Ну и что? Вот тебе, пожалуйста, тест Поэтому Я думаю, вы сами все прекрасно понимаете Не буду больше материться Так Кофеек у нас есть Можно выходить И сейчас я вам на улице еще один прикол покажу Ну это мы просто с тобой долдоны По поводу палки-снималки Да, надо будет вам ее показать Кто меня смотрит впервые То имейте ввиду Вот такая у меня палка-снималка А кто смотрит давно, помнит Я ее купил перед Таиланом И постоянно ее использовал Вот, ну дождитесь И небольшая рекомендация от меня Кто любит табак-ваниль Томфорд Но при этом он стоит дохерая Но хочет какой-то приятный запах Подешевле Вот, пожалуйста Криньте Я думаю, вам понравится Где-нибудь понюхайте его сами По поводу палки-снималки Покупал я прям перед Таиланом Основное условие было Это наличие рукоятки резиновой И, соответственно, шнурка Чтобы на байке было удобно В упрошку с собой возить Так вот Она, оказывается, еще и раздвигается Я об этом узнал случайно О, на 51 см И вот этим всем я не пользовался Хотя, казалось бы Очень удобно Единственное, наверное, звук похуже Потому что камера физически дальше Ну вот Такие мы долдоны А узнал я об этом совершенно случайно Когда залез на карточку товара На мой интервейде Но теперь знаю И смогу снимать Вот такие штукенции Сегодня снова поедем на Шкоде И знаете, о чем мне хочется? Капец Как беременной женщине Картошки фри Чего? А что там? Я не знаю Это ты ела А что там? Половина бургера Ну, ничего страшного Там же бургеры химозные Интересно посмотреть Сколько будет прикольно С тачки снимать А если еще и собаки убьют То будет вообще классично Да, ну здорово Я доволен Век живи, век учись Что называется Так-так Вот так вот Ой, давай попробуем с тобой Сверхширик Я помню, ты на такой снимал Ну, когда мы на Кавказ ездили Типа из окна высынуть? Не, ну просто вот сейчас посмотреть Как будет выглядеть Это режим супервью 16 миллиметров Но это не самые широкие 12 это жесть полная Вот И вот так вот мы Выглядим Если вот так вот из тачки снимать Не, ну если хочется показать всю атмосферу Ну, как бы Очень легко это сделать Соньке-то один Ага Ты особо там не повыбираешь А тут Да, здесь удобно Все Я доволен Все в картошке Бургер Да Смотрим Гурфа И наслаждаемся закатом А вот тут на камере красивее Чего Жизнь Выгляча Угу Причем-то ты часто снимаешь на айфон Извини, я на паузу нажму И цвета не те Будто бы хуже сильно А еще меня расстраивает То, что время Еще даже девяти нет И скоро все Темень Буквально несколько минут назад Вам рассказывал о том, что Вроде как перестанут трогать YouTube Сегодня проснулись Открываем десктопы И ничего не загружается Приходится принудительно включать VPN Знаешь, в чем печаль моя состоит? В том, что я достаточно долго занимаюсь им Да, добился каких-то результатов Пусть у меня просмотры не какие-то там сверхъестественные Но все равно Все это, конечно, повлияет на количество людей Которые все будут смотреть На подписчиков Многие отвалятся И пример, который я тебе приводил с нашей мамой Он очень показатель Есть мы, которым можем помочь Да, рассказать Как подключить VPN Пупить этот ключ А вот представь женщину Которая вообще в этом не разбирается И, ну, например, у нее внуки И дети Ну, тоже не особо компьютеризированы Вот как твой батя Ему же не особо что-то втыкают VPN какой-то Ему скажешь, что он вообще не понимает Вот И все Тебя, по сути, знаешь, вот так вот взяли И оторвали от твоего увлечения А учитывая, что у мамы проблема со зрением Ей, конечно, проще Слушать видосы, чем читать все это на сайтах И тем более сайты Не так лихо обновляются Как материалы на ютубе Все равно вот так вот смотришь канал А они там Раз в неделю, да, кто-то выпускает ролики Раз, два, три дня Вот А статьи все равно С такой периодичностью не выходят Вот И Это, конечно, такое себе Страшное В качестве Ну и вот, смотрите, внутреннюю кухню То, что я вам рассказывал Выложил видос Место в рейтинге По последним десяти загруженным видосам Десятые из десяти Прошло, ну, практически полтора часа Без одной минуты И просмотров тут просто слезы Ну, то есть я такие цифры видел только в начале создания канала Когда у меня вообще не было подписчиков Вот Подтверждаю Ну и давайте, раз я за компом Покажу вам Какую штучку купил для GoPro Для того, чтобы избавиться от ветра Вот такой силиконовый чехол Вот здесь, видите, дырочки Под эти дырочки я подложу ветрозащиту И вот здесь И гамера будет выглядеть поприличнее А вот сюда сверху Я надеюсь, вы видите Вот стрелочка Я приклею свой фонарик Вот И в чем плюс Из-за того, что он силиконовый И закрывает полностью камеру Тут в комплекте идет вот такая шторка То есть можно будет сразу и заряжать И снимать материалы с ней Пожалуй, надо заканчивать с темой про YouTube Потому что она мне уже надоела Будем смотреть, что будет происходить Я, конечно, сам себе противоречу Но постараюсь Когда будут прям конкретные новости Тогда расскажу, покажу Камеру я сейчас врубил Чтобы рассказать про компьютер Потому что периодически вы пишете Вам интересно А отдельного ролика я никогда не выпускал И сейчас обратил внимание Что меня видно в окне Привет! Ничего навязывать не буду Показываю исключительно, чем пользуюсь сам А там уже сами решайте Нужно вам это или нет Давайте начнем с монитора Это Agent 2K 300 Гц У него отличные показания по цветопередаче Adobe RGB 95 или 98% А мне, как чуваку, который монтирует и цветокарирует Это супер важно Теперь про часы, которые у меня стоят под монитором Периодически вы их видите на моих влогах Что это такое? Бэушные, купленные на авито За 500 рублей показывают дату, время, температуру и влажность Мне очень нравится Если на них нажать, то врубается подсветка И работают они от двух батареек формата 2А Вот, я их ставлю вот сюда Кажется, что они установлены неудобно Но на самом деле это кажется Теперь про мышку У меня Razer Viper V2 Pro Она мне очень сильно нравится Легкая, для амбидекстеров Кто не понимает, что такое для амбидекстеров Это означает, что ее могут использовать и левшие, и правшие Если вдруг для вас стало откровением Я левша всю жизнь То есть мне не подходят мышки с правым хватом Работает она без проводов, хотя можно и с проводом Частота обновления у меня тут 1000 Гц Можно до 8К Но в таком случае она будет очень быстро садиться Наушники у меня Logitech X-Pro, по-моему, они называются Не беспроводные Очень сильно нравятся, потому что от них не болит голова За три года тут ничего не порвалось Звук, ну, в принципе, нормальный Клавиатура KeyChrome Q3 Очень тяжелый здесь корпус Прям очень У меня нет сейчас под рукой весов Ну, около 2 кг Кейкапа отдельно покупал на Алике Видите, такого ретро стиля Тут есть отдельная кнопка для регулирования громкости Я это обожаю Потому что сидеть через Function там, блин Ну, это не суперудобно Микрофончик у меня вот такой HyperX Quadcast Самый простенький С красной подсветкой Сюда подключены наушники Через этот микрофон я в контроль играю И периодически ору, и матерюсь Теперь про сам системный блок Это, наверное, самое интересное Корпус у меня Lian Li Lan Q3 Здесь установлено огромное количество вентиляторов Три 140-х И, да, 7 штук 120-х Это все на кто Они тихие Могу вам дать послушать Вообще шума нет Я их очень люблю Далее Материнка у меня Давайте я прямо вам коробку покажу X670E Carbon Wi-Fi Вот MSI Классная Тут есть в наличии Wi-Fi Всякие передовые технологии Сердце моего компьютера Это процессор AMD 7950X3D Здесь установлено две плашки по 16 гигабайт оперативной памяти DDR5 от G-Skill CL30 или 32 Видеокарта от MSI 4080 Вот такая она Gaming X-Trio И установлено две SSD от Western Digital SN770 на 512 гигов И на 1 терабайт Да в принципе это все Я претендую на какой-то технический обзор Компогонь Монтировать на нем круто Никаких тормозов и проблем я не испытываю Собирал самостоятельно все Да, самое главное вам не сказал Охлаждение у меня от компании NZXT Купленное хрен его знает сколько лет назад Все работает отлично Вентилятор штатный я поменял Ну и про подсветку Здесь установлены две таких лампы Сейчас я вам прочитаю Называются они Coolmon Две штуки Купленные на Яндекс Маркете Про блок питания я вам не рассказал Но давайте добавлю BigWide 750 Ватт Platinum Модульный Если есть дополнительные вопросы То конечно пишите Что-то еще вам расскажу Пока я записывал видос про компьютеров Катя тут занимается готовкой У нас сегодня будет курица на ужин с картошечкой Жду не дождусь Что-то я голодный Честное слово Сейчас скоро будет